Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, 4 стих. Ибо если бы кто пришел начал вам проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или иное благовестие, которое мы не приносили, то вы были бы к такому очень снисходительны. Я унижал себя, чтобы возвысить вас, и трудился безмездно, проповедовал вам Евангелие, благодатью Божией. Вот все это написано к Коринфянам. И больше нигде в Писании не встречается подобная ситуация. Он раскладывает картину. Еще этого не случилось, а как бы это могло? Ну, нам неоднократно говорят, а вот вас с отцом Акимом не будет. Вы думаете, что у вас здесь дальше будет? Как? Чтобы не случилось, вот как раз вот это вот. Вот этого не было. Если бы кто-то пришел, начал другое Евангелие проповедовать, его бы с удовольствием приняли. Я думаю, вот это случилось с Россией. Как бы отреагировали, если бы сюда пришли проповедники первоапостольские? Вот судя по тому, как развивались события, я свое мнение имею, думаю, не приняли бы, потому что нужна была внешняя красота, блеск, великолепие. То, что приняли и сказали, мы были как на небе. А ведь первоапостольская церковь ничего не было, собирались по домам. Храм это в начале 4 веке только строить. А то 4, это мы говорим слово 4, а это столетие. Прошло как один день. И где храм, а никто не знал, искали, а где христиане собираются? Считаешь по житиям, то плохо закрыли дверь, то случайно увидели. Вот святой Ермолай в щель видит, проходит молодой юноша. И он ее наконец приметил, позвал, в дальнейшем будет это Пантелеймон. И он не знал, где люди, знали, что христиане есть, то под землей, то как. Главная задача состояла сохранить в чистоте евангельское слово, проповедь, благовестие. Все, на этом точка ставилась. А сегодня что угодно. Вот начинается, что для храма нужно? Вот проектное бюро. Вы знаете, сколько там берут в архитектуре? Храм спроектировать. А отоплять? Сейчас пишут, город такой-то, закрывается храм из-за отключения электроэнергии. За один месяц электроэнергии сожгли на 160 тысяч. Ну, 160 тысяч на одну электроэнергию, наверное же это много. Ну, ведь молились-то люди же, более просто было все. Денег нет, в долг. Другой месяц там где-то сто с чем-то тысяч. Думали только об одном, чтобы мы во всем подобились Господу. Каждое слово смиряли с Господом. Господь как жил в бедности. Бедная незнатная мать. Хранял Иосиф тоже из бедного сословия. Значит, он заботился Павел о том, чтобы не проповедовали другого Иисуса. Какого Иисуса? Иисусов было много. Мы знаем только исторические личности. Иисус Новин, Иисус Серахов, Иисус Сын Яседеков. Те, которые в Библии вошли как святые. А сколько таких было? Это мы знаем у русских, да, вот такой-то Иоанн. А сколько этих Иванов-то по всей стране было-то? Прус Иван. Как русский, значит, Иван или Марья. Так вот другого-то, вот под каждым именем может прийти другой. А какой не другой? Тот, который сошел с неба, который равен Отцу, который воплотился через Деву Марии, и она осталась Девой. Это все входит в совокупности то, что называется кредо наше верою. Тот, который взял грехи мира, который умер за нас, который воскрес для нашего оправдания. Вот такого Иисуса, если проповедует, надо прислушаться. Мне вопросы постоянно задают, ну а как вот собираются там баптисты, у них обращаются, как там, благодать есть или нет. А благодать и судят люди смертным умом. Я спрашиваю, они Евангелие имеют правильное? Ну да. Но они признают Иисуса Христа равному Отцу? Да. Но первый шаг это правильно. Я не скажу, что если на другой улице они проповедуют, на энтузиастов, значит у них неправильно. На коммунаров Бог там не слышит. А вот на ползуного тут только Господь и слушает. Это благодать призывающая, благодать обращающая, действует где угодно. Мы видим, Валаам будет жестоко наказан за неблагословение народа Божия. Но однако пророчества его все исполнились. А откуда бы он знал, что будет рождение Христа за 1600 лет? От Бога. Бог открыл ему. Так он не был из народа Божия. А вот этого мы не знаем откуда он был. Даже происхождение не знаем. К какому народу относился. Нам так и говорят, откуда он вышел. А дословно-родословно мы не знаем. Нам нужно о Христе научиться говорить правильно. Я верю во Христа, как написано. А если не знаешь, скажи, я верю по православному. Это уже запрещенный прием, но все-таки можно сказать так. Православные никогда не понимали о Христе, что он не равен Отцу. Никогда не понимали так, что он не придет второй раз судить мир. Что ни возьми из Евангелия, это заложено в православную веру. Здесь на самом высоком уровне. Великие богословы, пустынники. Тут они уже с величайшей точностью проверяли, чтобы никакая ересь не проникла. Во втором послании писал Никистам. Вторая глава. Второй стих. Апостол Павел, уже город Солунь, предупреждает. Не спешите колебаться умом ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Под именем Павла подписали. А это совсем даже не Павлова. Под именем апостолов было много Евангелия и гуляло. И не знали даже настолько похоже, а Божье или нет. Написано же от Фомы. От Фомы Евангелие. Несколько столетий гуляло, и люди верили в него. А то у тебя от кого послание? Меняли же послание. Да у меня маленький отрывок Матфея. А у тебя, а у меня от двенадцати апостолов. Вот какое Евангелие было. И вот Евангелие-то не от одного, а от двенадцати. У меня более точное. Церковь должна была все это отсеять. Потому что в тех Евангелиях был другой Христос. Христос, который не был Христом. Там тот детский у него еще и деса. То что ты делал, то научил ты ей о мудрости в другом государстве. И сейчас как говорят? Могилу Хреста в Японии охраняем, где он похоронен, показывает. Заботятся. Получается с того за счет. Ваши, друзья, не спешите колебать сегодня. Если знал. Если правильно наставлен. А то сегодня многим нужно говорить так, что поспешите. В ум сначала взять правильное обучение об этом и Христе. Слова Христа сегодня как будто никакого значения не имеют. Я обращаю внимание на православных. В первую очередь. Слово Божие совершенно как будто бы отсутствует. Я столько получаю литературы церковной. Батюшка привез, американская. Из Канады приходят. Из Австралии. Из Германии. Где? Журнал прочитаешь. И как будто никакого Христа люди не знают. Чем угодно занимается. Любовь к своему народу. Да неплохо. Но это все проистекает отсюда. Царя воцарить надо. Тоже неплохо. Но это тогда, когда люди знают Христа. А сегодня поцари. Ну, царя посадим в Барнауль. Придево через неделю уже не будет здесь. Тут надо всю милицию будет собирать, чтобы охранять одного царя. Во втором послании Коринфянам 11.3 Павел снова обращает внимание на то, чтобы мы не поколебались за другим Христом. Вот как и эговисты проповедуют. Христос, он тварное существо. Это арианское учение. Арий. Это был грозный еретик. Колебал всю церковь. Вот представьте, в Константинополе одна домовая церковь. На дому молились православные. Все остальные еретические стали. И царь Констанции, сын Константина, уже еретик был. Арианин. И церковь устояла. Думаешь, а для чего Господь попускал такие потрясения? Буквально все уклоняло сверить. Ответа никакого нет. Чтобы были выявлены более благоразумные, видимо, высшие эти учителя, как Афанасий Великий. И Павел говорит, боюсь, чтобы как змей хитростью своей прерстил Еву, так и нашего мы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Простота во Христе. А в чем она заключается? А вот посмотрите, какое простое богослужение у литеран. Вот Тющев об этом пишет. Как я люблю. Конечно, у него и происхождение было как бы оттуда. Но пишет о человек, который мог с чем-то сравнивать. Какая была простота. Приходил человек, я у них был на богослужении. Ничего нету, что вот у нас есть. Бывает там по стенам, там икона на каждом шагу. Одно. Кафедра. Притом он заходит по капле, не на полу стоит, а винтом поднимается, а у него вверху как люлька. И он народу лицом начинает говорить. Сидят на скамейках. Служители выходят на скамейки, высокие спинки. На предыдущих, кто сидит, на спинках, они уже вырешивают, какие псалмы. Псалмы это песнопение. Будут вот один день петь. И крупно на весь зал. Ну все понятно. Только зашли. Колено преклонения сразу. Никакой продажи, ничего нету. Совершенная тишина. А. Он один выходит, там не каждый проповедует, а тоже смотрит. Простота. Так это еретики, подожди. Ты сначала спроси, как было первоапостольское время. То, что у нас сейчас есть, в любой храм зайди, ведь это не от апостольских времен. Самое богослужение, вот это каноны, что считают, этого ничего не было. А знаете, это было у них как бы спонтанно, такая самодеятельность. Если другому будет слово, подними руку, а ты на полсловия прерывай и уже замолчи, другой пускай говорит. Павел говорит, я боюсь. И боялся он не зря. Знаю, что по моему отшествию войдут лютые волки. Как? Не то, что они только рвать будут волки, но они прикрытые овечьей шкурой, они начнут все это делать, и все это ради блага. Тут добавить, здесь добавить. Откуда? Когда это вот вошло? Ну, в любом храме зайди, посмотри. И мощами обложили со всех сторон, и наобь пойдут, и кресты, и чего только нет. Не было ничего этого. Так это не надо. Да пусть оно остается, если это во имя Христа. Если я приду и знаю Господа, я поклонюсь и кресту, представляю, что на нем мой Господь. Люди-то не знают, для них крест как амулет. Вы всегда прикасаясь к распятию, ко кресту, мысленно представляете, что вы зашли на Голгофу. Поднимаемся на холм, и вот он висит, Господь, оплеванный, облитый кровью, запевшимися устами обращается к нам. Не просто вот раз крестик, то мы от него что-то получим. Сам крест на себе означает виселица, эшафот, орудие смерти. В книге «Плач Иеремии» пророк говорит так. Вот все, что мы видим, это все за грехи лжи пророков, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников. Мы привыкли так, пророк Иеремия, пророк Исаия, сколько надо было мужества. Против течения один шел. А ты критикуешь священников, а ты назвал попы пузатые, и я вижу, что обижается человек. Зачем бы ты эти слова-то говорил? Ну ты сам погляди со стороны, как это выглядит-то. Когда народ бедствовал в начале перестройки, ничего нет, а эти закаты или машины, какие грохали храмы, а это надо или нет? А это все же где-то в сердце откладывается. Это все за чужого дяди ты строишь-то. В один день отнимется. И все это постигло за грехи священников и беззаконных пророков. Матфея 7.15. Берегитесь уже пророков. Матфея 24.11. Многие уже пророки восстанут, и прельстят многих. Самое первое предупреждение, которое Господь говорит, смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Ну каждый думает, ну это кто-то прельстится, а я-то ведь нет. И я точно так же думаю. Ну кто-то пойдет. А когда видишь, вот пришел какой-то белый братца, Богородище из центра, ну даже там Виссариона верит, даже произносить-то не хочется, язык марать. А ведь люди по-серьезному верят, продают дома, приезжают, должности оставили. Они на полном серьезе верят, что это Бог сошел. Как я на Кронштадтского верили. Почему? Смотрите, чтобы не было проповедано вам другое Евангелие. Не так, как написано. Это уже аннафема. Войны все вели во имя Бога. Вы думаете, что Гитлер был совсем не верующий? Он постоянно говорил слово проведение. Проведение это загробный мир. И вы думаете, напрасно он умер, ну умер или не умер, но говорят 30 мая. Это накануне 1 мая, Бальпульговая ночь, шабош веден, что я в ад сойду, в это время я могу занять высокое место, чтобы там быть еще на высоком посту. Это все было обдуманно сделано. Почему празднуют 1 мая? Это день всей нечистой силы. Евангелист Лука 6, 26 говорит, Горе, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Так поступали со лжепророками. А правильные пророки, обязательно будут плохие люди и плохо будут говорить. По-другому не будет никогда. А если лжепророки все только хвалят, хвалят, я говорю, когда в последний раз выступали против тебя? Не знаю. А почему? Я делаю все правильно. Так с лжепророками так поступали. Я тоже хочу делать правильно. Я тоже хочу всем угодить. Мне до того охота, чтобы было мирно и чтобы со всеми по-хорошему было. Не получается. Потому что что ты где-то скажешь. Второе послание Петра 2, 1. Были лжепророки в народе, как у вас будут лжеучителя. 1 Иоанна 4, 4. Много лжепророков появилось в мире. А как их узнавать? В первую очередь, сегодня называется так называемая экономия по снисхождению. Менять все правила. Ну а как по-другому? Если человека не принять. Ну каноны есть. А если мы называемся православными, ну включи эти каноны. Если женщина одевается, мужскую, одежду мерзать. Ну ты читала-то. Ну да как кто сейчас так? И смотришь, кто ли сейчас совсем не верит или как? Тебе зачем заботить? Тебе охота, чтобы много людей было? Тебе скучно одному в храме? Почему Заталус говорит, что если бы я один остался, и тогда правду не уступлю? Ну скажи однажды, дважды. Заодно, Богослужа, не скажи, кто даже дома, на работе, носит мужскую одежду, задевается, как все. В храм, чтобы больше никто не заходил. И ты посмотри, что будет. Да-ка все разойдутся. Я-то разговаривал со священниками. Все правильно говорит. Как ты когда ходишь до чего-нибудь такого, что как положено? Он до конца говорит и повторяет за тобой слова. Он совершенно не понимает. Я говорю, крестить надо в полное погружение. Конечно. У нас так и написано, нам так преподавали. Без полного погружения это означает, что человек не умер для прежней жизни. Конечно. Иерусалимский Кирилл говорит так. Он все поддакивает. Я говорю, а ты как будешь крестить? Только в полное погружение. А купель у тебя есть? Я буду строить. Ну а сейчас все будет сделать? Ну сейчас я домой поеду. К нам приехал потеряевку. Он посмотрел. Все. Как? Ну а сейчас ты приедешь, и там у тебя стоят в очереди. Ребятишек принесли крестить. Ну, крестить я буду. А как? Ну пока не построю, буду как всегда делал. Вот так вот держать его горизонтально-то и ладошкой на голову лить. Да ты сейчас говорил, что неправильно это будет. Ну у меня ж купели пока нет. Я говорю, представь себе, что тебе дали задание молоть пшеницу. И ты понял, что надо отсеивать, чтобы мусор не попадался. Согласился со всем. Но тебе решетку не привезли. Но ты все правильно рассуждаешь, нормы знаешь, как подойти, руки вымыть. На сегодня решетание, ты что будешь, со щепками, с мусором молоть будешь для народа? Из-под ног забирать. Почему? Да, кто-то-то важнее. Ты же сейчас сказал. Так а если я буду так делать, так меня, нажалуются на меня? Меня архиерей сразу уберет. Да поэтому не верьте, когда они говорят, что и слова правильно, что да, надо. Это ничего не значит. Ты на деле посмотри. А по делам их не поступайте, Господь говорит. А что говорят, делайте. Я ни разу не слышал, чтобы они говорили, давайте крестить слюнями или песком. Это они после оправдываются, когда начинаешь им доказывать. Всякое подобное лицемерие противно Богу. Это проповедует иное крещение. Это иное благовестие. У нас иное на каждом шагу в любой храм. Вы знаете, что Христос никого не бил, только торгашей. Ну да. Но в храме торговать-то ведь нельзя. Да, конечно нет. Соглашается со всем. Но вы же торгуете. Так у нас же иконки. Ну и ты же сказал, что торговля запрещена. Каноны есть. Христос выгнал два раза. Ничего не понимает. Одна непрерывная ложь. Забвение направления. Человек не знает, куда идет. О втором послании к Тимофею 3.13. Говорит. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Вот как их нужно узнать. И вот в это заблуждение войдут очень и очень многие. Вот сколько людей ходят. Мне близкие, знакомые, дружественные. Я говорю, ты хоть один раз приди. Ну посмотри, как богослужение идет. Я прихожу в Покровский. Я же прихожу. Батюшка сказал, чтобы к вам даже не подходить. Да это же иное благовестие. Где ты нашел такое, чтобы к верующему нельзя подходить? Откуда это вы взяли-то? Я тебя куда зову? На танцы. У тебя дочери есть? Да. Вы пиваете? Ну конечно. Ну и я немножко выпью. И ты танцевать, ну маленько и попляшешь. Все можно, оказывается, делать. И в карты играют. Но когда, что приди хоть один раз, посмотри, как богослужение может идти чинно, стройно, в порядке. Все знают свое место. Не под каким видом. Во втором послании Коринфам 6.8. Павел говорит, нас почитает обманщиками, но мы верны. Вот как определяются истинные учителя от ложных. Мы верны. Верны Слову Божию. Ссылается иногда на каноны. Вы помните, что каноны, все, какие бы они ни были, они временные. Вечных канонов нет. Почему? Так они приняты спустя столетия, и собор следующий часто устраняет какие-то. Время истекло теперь по-другому. Как правила дорожного движения все время меняются. Правила торговли, правила разных ставок, как возить, растаможивать машинам. Сегодня одна, завтра другая, так и здесь. Новый собор собирается, что-то отменяет. И соборные правила, это далеко не евангельские заповеди. А еще ссылаются на толкование правил. А толкование, это далеко не правило самое. Их только растолковывают еще. Мы прочитали о благовестии, которое говорит апостол Павел, дано мне, я получил непосредственно от Господа. Послание Титу 1.10. Есть много непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Обрезанные, это верующие евреи. Я подумал, что это православные. И особенно монахи. Столько пустословов. Какое бы слово ни сказал, ко мне приезжает иногда уже схимонах. А почему? Ну у него что-то случилось, не так и архиерей крепко его давил. Он везде пометался, никому не нужно. Ему сказали, поезжай сюда ко мне. Он пришел. Что мне делать? Меня от прихода отстранились. У меня беда там случилась. А тебе нужен этот приход? Ты его учил? Нет, да он и не твой совсем приход. Да после меня-то пришли, там еще хуже. Я ведь не пью, он думает, что хорошо. А ты их учил? На благовестие шли? Нет, ничего не было. Тебя плохо убрал, чтобы ты поменьше грешил. Матфея 27,63. Это как они говорят о нас. Мы, говорят, вспомнили, что этот обманщик, когда был жив, он так-то говорил. Мы сейчас заботиться начали, думаем послать ко всем во всей епархии письма рассказать о книгах. как я в библиотеке делал. И во все приходы в Алтайском крае. Все это я не найду, но хотя бы по району. Об этом надо помолиться. Я уже представляю, как они будут говорить, как сообщат архиереи. К примеру, картину я уже разворачиваю, что этот обманщик, вы его не слушаете, он неправильно говорит. Притча 17,11. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послом против него. Возмутитель против чего? Не против покоя, это у нас вообще не покоя, это еще может и не знать, это просто может быть болото, и все. Батюшка хвалит вас, вы его. Возмутитель против правды, против истины, против Христа. Не всякая война, лучше мира. Святые говорят, иногда полезно начать войну, как Иоанн Златоус объявил войну царицы, а всего ничего там она статую поставила и перед ней плясали. И закончил жизнь свою на этом. Деяние 17,6. А на апостолов говорили, эти всесветные возмутители пришли сюда, и они все лгут. Поэтому, чтобы нас не сказали, мы должны сказать, мы идем тем путем, которым прошли апостолы. И Павел говорит, что если кто-то, пришедший к вам, будет проповедовать другого Иисуса, вы будете такие снисходительные. У нас это в потеряеке было. Когда меня, батюшки, не было, в это время, кому мы доверили, человеку, он начал говорить и поверили, почти поверили. Поверили, ну, теперь все, провалилось, он уехал. Нет, что не надо, крестить может любой, алтарь этот, можно его убрать совсем, все сюда вытащить. Ну, может быть и так, но ты на один день вперед посмотри, чем это закончится. Батюшке сразу не будет, архиерея его запретит. Ведь мы добились немалого, благодаря тому, что мы все время молились и ждали от Бога. Мы не знаем, что с нами дальше будет. Какой будет архиерея у нас? Об этом тоже все время, утром и вечером молитесь. Господи, дай нам такого архиерея, который не убил бы нас, чтобы все достигнутое сохранилось, чтобы у нас истинное благовестие звучало, истинная проповедь, а не иная. Аминь. Аминь.